Вы меня задачили в другой беседе с Дудем, однажды признавшись, что вы провалили интервью или провалили с Плесецкой, потому что она в вашей системе координат, царица, богиня. Это не столько Плесецкой, это женщины. Во-первых, я провалил интервью с Плесецкой. Это первое. Я его просто провалил. Я всегда изучаю свои собственные провалы. Первое, что я делаю, когда у меня провал, когда я понимаю, что я где-то провалился, неважно все равно где. Прошу прощения, а критерий, провал? Это мое личное ощущение. Только личное ощущение. Я сел, проанализировал, и я понял, что вот этот типаж Плесецкой, Галины Вишневской, например, то же самое, Елены Образцовой. Я не могу делать интервью, потому что я их кодифицирую как царица, а царица может на животе туфельку поцеловать и вот так вот отползти. Это правда. И с тех пор, если в мою смену видения попадала, вот была история, пришла Елена Образцова, я сказала, ребята, кто меня заменит, вы не хотите, чтобы Эхо провалило интервью с Образцовой? Да, и я с тех пор, вот, я готов с ними пить чай, разговаривать, гораздо интереснее, между прочим, чем делать интервью. Не знаю, рабею. Ну, то есть здесь прям прослеживается какой-то гендерный фактор, то есть ни один самец вас смутить не может в качестве гостя? В таком, в такой степени нет, но поскольку у меня плохо с иностранными языками, у меня только французский, а английский нет, мне всегда тяжело дается интервью с переводом. Ты понимаешь, что, ну, во-первых, ты берешь интервью у переводчика, по большому счету, и меня это сильно напрягает, честно говоря. Еще, если хорошо, если человек понимает хотя бы русский, а если он или она не понимает русский, ну, мне это тяжело, но поскольку там руководители государств требуют, как в одном из, по-моему, князь Монако, Альбер, когда приезжал сюда, ему предложили, он изучил, сказал, вот лохматый вот этот, вот этот лохматый. Требует лохматого, да, то приходится на это идти, но я понимаю, что если бы я понимал язык, да, то было бы хорошо, вот тут есть фотография, когда я беру у президента Франции Ширака интервью. Это было очень здорово, потому что я понимал, что он говорил, у него была классная переводчица, и, ну, просто я быстрее, вопрос второй, следующий, седьмой, сорок второй, понимая интонацию, я, так говорю, вы сказали, вот, то есть я не с переводчиком ругался, а с ним. И получилось интервью, он даже не хотел уходить, говорит, продолжаем, почему я не тороплюсь, и так далее. Вот тут я провалил, могу провалить, интервью с иностранным гостем могу провалить, только потому, что не догоняю, бывает.